МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кризис в Конституционном суде Украины тормозит принятие изменений в основной закон страны. Однако главным вызовом остается поиск единогласия среди всех фракций парламента по ключевым вопросам. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресс-конференции, посвященной 25-й годовщине принятия Конституции Украины. По его словам, подход к изменениям в основной закон должен быть взвешенным, но есть несколько необходимых реформ. В первую очередь они касаются работы антикоррупционных органов и децентрализации. Мы прошли выборы по новым правилам, но для того, чтобы завершить реформу децентрализации, нам с вами нужно внести изменения в Конституцию. Сегодня этот законопроект прорабатывается в стенах Верховной Рады. Изменения в Конституцию не предусматривают никаких изменений между первым и вторым чтением. Чтений нет. И мы или принимаем, или не принимаем. И надо так же, как и под Конституцию, иметь хотя бы 300 голосов, а лучше 315 или больше. Национальная программа «Большое строительство» создала около 200 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. В эфире телеканала «1 плюс 1» он отметил, что не во всех украинских городах заметны результаты, поскольку за местные дороги не отвечает государственное агентство «Укравтодор». Но за пределами городов украинцы пользуются отремонтированными шоссе. А вот отсутствие инфраструктуры в стране президент назвал одним из своих главных вызовов. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедные люди. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить. Украина требует объяснений от официальных Берлина и Парижа, которые поддерживают возобновление диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Министерство иностранных дел Украины намерено провести беседы с послами Германии и Франции. Об этом заявил глава украинского дип-ведомства Дмитрий Кулеба. Он анонсировал, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему она возникла именно сейчас и какими будут дальнейшие шаги Берлина и Парижа в этом направлении. Когда близкие к тебе дружественные страны грубо нарушают твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и также жестко защищать свои национальные интересы. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж. Напомню, ранее лидеры стран Евросоюза не приняли предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона провести официальные переговоры с Путиным. По словам европейских дипломатов, после длительных дискуссий, предложение президента Франции и канцлера Германии о том, что Европе нужно вести прямой диалог с Россией, было исключено из заключительного коммунике саммита ЕС, который проходил в Брюсселе. Вашингтон готов поддержать процесс минских договоренностей, если этого захотят другие участники формата, в том числе и представители России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому изданию «Дэш Пигель». Он также подчеркнул, что шесть лет назад Вашингтон согласился с тем, что нормандский формат в составе Украины, Германии, Франции и России – основная платформа для прекращения боевых действий на Донбассе. Однако результаты минских переговоров, к сожалению, не были выполнены по большей части российской стороной, хотя именно это и был лучший путь для шага вперед. Президент Байден обсудил это с президентом Путиным, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы при этом предоставляли следующую точку зрения – если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью Минск, если мы можем в этом помочь, то мы на 100% готовы к этому. Сегодня Энтони Блинкен с рабочим визитом во Франции, где встретятся с президентом Эммануэлем Макроном – это второй пункт его европейского турне после посещения Германии. В Государственном департаменте США уже заявили, что и Вашингтон, и Париж готовы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, в том числе и на украинских землях. 227 новых случаев заболевания COVID-19 и 9 смертей за минувшие сутки зафиксировали на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. В отдельных районах Луганской области заразились коронавирусом 16 человек, умерли от осложнений двое. Такие данные за минувшие сутки опубликуют оккупационные администрации. В оккупированном Крыму накануне выявили 232 случая заболевания. С начала пандемии на полуострове зафиксировано более 46 тысяч заболевших. Правозащитники Международной организации и украинские власти утверждают, что оккупационные администрации намеренно занижают коронавирусную статистику. Нововведения для внутренне перемещенных лиц. Теперь получить водительское удостоверение и зарегистрировать свой автомобиль можно и при отсутствии регистрации на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для этого нужна только справка о статусе внутренне перемещенного лица. Документ нужно предоставить в сервисном центре или в печатном и в электронном виде с помощью приложения ДИЯ. Теперь такие граждане, у которых нет зарегистрированного места жительства, они могут к нам обратиться за некоторыми административными услугами, например, обменять или восстановить водительское удостоверение, перерегистрировать автомобиль, а также сдать экзамены на право управления транспортными средствами. На данный момент мы проверяем идентификационные номера. Сейчас сверим, пофотографируем. Если все сойдется, то человек получит отметку от эксперта, что все хорошо, все соответствует и пойдет дальше по реестрации получать новые номера и техпаспорт. Пасеку недалеко от местной больницы обустроила врач из Старобельска Виктория Волошина. В ее планах не только увеличить количество ульев, но и построить домик для апитерапии, лечения продуктами пчеловодства. Помогает ей в этом проект «Юсейт» – экономическая поддержка Восточной Украины. Анастасия Волкова побывала на целебной пасеке. Виктория больше 10 лет работает врачом в Старобельской областной физиотерапевтической больнице. И ежедневно к ней приходят пациенты с различными болезнями. Какой с ним часто? Ну, я после процедур, после вытяжки, я чувствую себя, ну, слышу намного легче. Мой позвоночник уже не так начал болеть. После работы с пациентами Виктория восстанавливает силы. На своей пасеке расположена она прямо возле больницы. Активный лед сейчас идет. Погода хорошая для пчел. Поэтому большая часть летной пчелы сейчас вне ульи. Она летает за нектаром. Поэтому, как бы, на рамочках не так много. Всего здесь 26 пчелиных семей. В каждой до 50 тысяч насекомых. Сначала у Виктории было несколько ульев. Сейчас 24. На ее пасеке есть карпатские и степные пчелы. Пасека – это моя любовь. Ну, пока это выполняет, конечно, роль хобби, увлечения, всего остального. Но я думаю, дальше я буду расширяться и будет, как бы, объем товарной продукции увеличиваться. В этом году Виктория получила помощь на развитие пчеловодства от проекта «Юсейд» – экономическая поддержка Восточной Украины. Это 30% скидки на приобретение 10 ульев и 6 бочек. А к концу лета она надеется получить еще и помощь на фасовку меда и разработку собственного логотипа. Я уже несколько ульев получила сама, привезла их все. Буду подготавливать к переселению своих семей. Ну и планирую там остальные. Я потом уже ближе туда к концу лета, наверное, буду. То есть это, конечно, намного выгодно. Тем более не по месту доставка здесь особо не нужна такая, чтобы на длительное расстояние. И не так затратно. Впервые в этом году Виктория выкачала майский мед. Почти весь раздала родственникам, соседям и знакомым. Она трудяга, я хочу вам сказать, в самом натуральном смысле слова. И побила, и побила, и побила с медом. И на работе, и дома, и двое деточек. Она молодец. Хороший мед у нее и хорошая хозяйка. Виктория планирует расширить свою пасеку до полусотни ульев. А еще хочет купить домик и заняться апитерапией. Будет использовать продукты пчеловодства, в том числе и пчелиный яд, для оздоровления организма и лечения пациентов. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. Еще больше информации на наших страницах в социальных сетях, также на сайте канала, ссылочки внизу экрана. Спасибо, что смотрите Новости Украины. Новости Украины. Новости Украины. Новости Украины. Новости Украины. Новости Украины.